добрый день дамы и господа ladies and gentlemen меня зовут яков паин что у нас сегодня сегодня у нас 18 февраля 2024 года прямой эфир стримец молодец пишите комментируйте я тут же моментально буду отвечать на все комментарии которые написаны приличным языком без оскорблений и на те комментарии я реально могу ответить ибо я дилетант и на все ответов у меня нет но у нас теперь есть друг такой хороший чат g5 если мы чего не знаем мы его спросим и он нам ответит и как база это очень хорошая информация которую предлагает чат g5 буквально сегодня же я вам покажу чего его спросил недавно и что он мне ответ ну вот теперь надо уже здороваться что ли уже стали ли подтягиваться с сергей пишет здравствуйте добрый день энди инста арт витая как обожаю горного дня дякую валерий пиши хай хай валерий пока немного людей вежливых но они нас становится все больше и больше и хочу вам напомнить что правило на канале очень простое 100 лайков оставили я записываю комментарий не оставили не записываю для начала прежде чем до такой разминки хочу сказать я был вчера может быть даже показать вам пару фоточек оттуда вчера я был на таком как называется ивенте несут они ивент ивент это событие какое-то сборище с одной стороны это сборище с другой стороны это событие но в общем это выставка такая выставка у нас все называется шоу арт шоу арт арт шоу или например arts and antics шоу там будут разные представлены мастера искусств плюсы антикварные какие-то штучки а то что шоу ну это не шоу в понимании на русском языке шоу ну песни будут петь и прыгать по сцене если пришли сюда показать вот тебе и шоу сейчас я попробую найти фоточки дело происходило west palm beach west palm beach вот я уже нашел фоточки кое-какие вам покажу что вчера кое-какие сейчас bear with me как говорится вот так наверно делаю на большой экран чтобы вы видели да вот это собрано из чего-то непонятного мерлин монро очень было симпатично да кстати это арт-шоу который было антам мы могли покупать товар то есть в отличие от выставки вот уже не можете прийти в эрмитаж и сказать заверните мне эту небольшую картиночку а тут можете тут собрались люди которые представляют галереи из разных стран мира но местные конечно тоже тема такая когда допустим умирает люди остались дети наследники а эти люди жили не тужили 50 лет в одном доме или 20 лет в одном доме и осталась куча вещей картин посуды мебели юный некоторые из этих вещей могут быть довольно дорогие но детям которые остались живых им это до фонаря они не бедствуют сами и нужны им эти все старые безделушки и организовывается так называемый эстейт эстейт оукшен эстейт первой буквой и это означает скажем то что то что принадлежало кому-то мой эстейт мой эстейт входит дом пять картин три собаки и тогда ну или соответственно когда люди умирают остается этот эстейт то есть все вот это самокупность всех вещей либо через аукцион либо по-другому объявляется либо через газету местную объявляется что в субботу состоится эстейт сейл кто будет его проводить это зависит от того насколько там есть чего продавать если это какая-то как обычный думки ну так дети или наймут кого-то или сами там придут и в определенное время будут принимать людей которые с улицы будут приходить а может быть по записи надо позвонить заранее и будут показывать есть вот это вот это вот это по таким ценам есть целая категория людей которые которые сделали состояние на этом на эстейт сейл это их работа они посещают эстейт сейлы у них есть может быть галереи они разбираются в искусстве они могут прийти и не то что я посмотреть того ложка это серебряная ложка 19 века конец 19 начало 20 вот видите вот тут написаны буквочки это она они конечно это всего не будут говорить они придут увидят эту ложку сами все через лупу проверят и скажут хозяин беру ее за 3 копейки за 3 нет за 5 хорошо за 4 забирают на эту ложку она стоит не 4 копейки 4 тысячи копеек that's the point но конечно человек рискует он взял эту ложку надо же теперь продать то что он когда-то заработает это будет потом а сейчас то он ему надо выложить свои тугорики пусть это будет всего четыре копейки но вы поняли к чему я веду таким образом есть такие галереи различные которые некоторые собирают картины некоторые собирают серебро некоторые какие-то странные изделия интересные некоторые изделия из дерева и некоторые ювелирные изделия покупают какие-нибудь старые вчера видели очень море большое красивых вещей из всех этих категорий ну картина тоже соответственно ну вот там парочка вот это например сидит эта женщина это у нее кожаная все вот это у нее кожаный костюм она полностью обтянута в коже на замках и так далее ну оригинально было оригинально я конечно ее не покупал вообще ничего не покупал но ходить было интересно мы с женой ходили так не то я нажал это собак это хозяин сюда там он предлагал продавал как видите но собака живая лежала на пол такая странная худая но интересно да и хозяин тоже так самцы это из разных пород дерева всяческие вещи это такая экспозиция из автомобилей под а нацков большого размера метра полтора в диаметре там куча всего нас на понатыкали и вот тебе и картина а вот эта девуля симпатичная девуля она продавала те картины которые на стенке висят и тут же она сама сидела так видите в такой красивой позе и рисовала то есть она прям показывала каким образом это все искусство создается прямо на твоих глазах вот это седло я не знаю кто-то когда-нибудь заходил в магазины супер-дупер известной фирмы louis vuitton то вы можете увидеть в некоторых магазинах в европе я как-то был там седло седло продают оказывается они седло продают louis vuitton так что если кому надо седло компании louis vuitton и кто готов за это продать почку не только свою а всей своей семьи то есть каждый семьи должен продать по почке зато у вас будет седло это корова золотыми зубами такая картина была симпатична это тоже девочка интересная я сначала думал что это фотография когда я подошел поближе было написано что это oil on canvas то есть масло на холсте настолько красиво нарисовано ну как бы ценность таких картин ну для меня она минимальна почему потому что я могу айфонов снять только конечно проблема в девочке но если ты нашел эту девочку то можно просто щелкнуть ее iphone ну заплатите на такие художник который рисовал ему тоже надо было заплатить за натурщицу ну одним словом там море всего кто хочет посмотреть побольше фоточек зайдите ко мне на страницу на страницу в facebook посмотрите там штук тридцать наверное фотографий всего я поставил разного типа но чему я веду чему я веду к чему я клоню вернее что произошло потом потом мы пошли женой пообедать это было днем мы пошли там есть где поесть мы пошли в такой ресторан обыкновенный не какой-то там супер фэнси и так далее частности я там заказал гамбургер а в меню было написано что как там было написано что если ты хочешь дополнительно чтобы нам нам гамбургер положили тебе blue cheese этот сыр голубой плеск поплесневелый или какой-то другой цвет она заплатить 3 доллара и я думаю а я сначала не понял я подумал что я могу получить оба сыра на гамбургер и за 3 доллара всего мне жена горит нет и не прав ты а тут же официант стоит ты горит должен один из них дает но если хочешь можешь взять два но уже будет не 3 доллара 6 долларов официант горит нет проблем я могу тебе два сыра дать за 6 долларов я понял свою ошибку говорю что нет не надо спасибо и взял себе только голубой сыр и говорю же нет эти 3 доллара это же копейки это же копейки я могу себе позволить сколько угодно сыров на мой чудный гамбургер то есть я рассуждаю как человек для которого 3 доллара за сыр голубой вообще недорого всегда ли так было или я к чему подвожу я подвожу к тому что как научиться enjoy it like это такой у вас мини урок бесплатно бесплатно вот вы пришли на подкаст вы думали сейчас я вам опять начну про политику будет и про политику но мне больше это нравится тема и запомнили про гамбургер keep this thought не так на hold on to the thought то есть держитесь за эту мысль теперь вернемся обратно выставочный зал в греческом зале в греческом зале мы пока гуляли там по этим проходом переходом жена говорит я горит иду вот тут рядом нам за углом висят две картинки и мне эти картинки сразу нравятся я подхожу к этому дилеру который продавал эти картины всякие и спрашиваю кто это или она вам про прям увидел там было написано что это были оказывается работа сальвадора дали я ее хвалю жену и говорю вот видишь какой-то молодец потому что каждый дурак может прийти в музей пойти в зал где написано экспозиция сальвадора дали и горит ой как мне нравится ой как нет нравится или там там пикассо например заходите какой-то рисунок там накалякал рукой не знаю как какая-то ворона тонким карандашом это пикассо поэтому это очень дорого это нравится так вот я говорю жене видишь молодец говорю каждый дурак может прочесть что это скажем дали сальвадор дали и сказать мне нравится а сказать что мне нравится до того как знают кто это не каждый я ему я и я и говорю ну и почем нынче сальвадор дали у те конкретно картинки она лет 195 тысяч рублей то есть рублей долларов каждое и 195 тысяч долларов и я даже не дорого не берем ну мы нельзя нельзя может кто-то из вас взял бы за 195 тысяч долларов и я не взял у меня есть там пару картинок на стенках висят не такие дорогие но к чему я это веду помните мы с чего мы начали с гамбургера и куда мы мыслью перенеслись на сальвадора дали человек ко всему привыкает вот возьмем этот гамбургер гамбургер стоил 21 доллар он был вкусно действительно вкусно все blue cheese on top extra 3 бакс хорошо вкусно было вкусно и я понимал что я ем недорогой гамбургер почему я так понимаю по одной простой причине я уже бывал в местах где было значительно дороже еда и вот вот это в этом есть вся фишка если вы один раз ходите в дорогой ресторан и будьте жаловаться или какой ужас так дорого это они творят что хотят посмотрите на эти цен при при всем при том что полный зал сидит людей забит то есть люди почему-то планируется но короче вы пройдете через эти муки размышления раздумья борьбу с собой ну и займетесь своими делами как life is moving on lights lights go голзон потом вы заходите через некоторое время в другой ресторан видите гамбургер какие-то жалкие 21 доллар и за три доллара сыр пирс даром а если бы все время или гамбургеры по 6 долларов а тут пришли а он по 20 тут по 21 вы сказали сдурели что ли три раза дороже гамбургер 21 доллар то есть к чему я веду надо привыкнуть к дорогим ценам если вы привыкнете к дорогим ценам вы сможете enjoy более дешевые цены хотя они тоже не дешевые но вы будете enjoy это намного сильнее то есть если вы уже побывали в ресторане где вы оставили допустим 100 долларов человек сегодня это не самый дорогой ресторан ну допустим 100 долларов что на завтра если вы придете в ресторан где вы всего лишь за какие-то 60 долларов поедите вы будете считать что это барган это вообще а мытья но в некоторых языках это называется акция типа buy one get one 3 так вот соответственно возвращаясь в греческий зал сегодня или вчера мы поняли что продаются две картинки сальвадора дали по 195 тысяч долларов карты и мы были ужас 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 такие да и не купили что не не было с собой 195 тысяч долларов а если бы было может я все равно на не покупал и тут но это мысль уже засела что люди платят такую сумму на какие-то маленькие картины то есть следующий раз когда я приду на это же шоу или на другое шоу я увижу эти же или похожие маленькие картиночки по 80 тысяч долларов каждый я уже более насколько это ж таки недорого прошлого году я видел по 195 тысяч долларов за штук а тут какие-то жалкие 80 тысяч я буду энджоить эту картинку я буду энджоить лайк и мой уровень общий энджоинья есть такой индекс энджоя или мне опять придется самому вводить этот термин ваш индекс энджоя вырасти итак моя длинная речь должна остановиться на чем сходите в дорогое место будь то ресторан будь то магазин будь то театр будь то я не знаю что и купите и них даже не купить присмотритесь и поймите что есть нечто очень дорогой потом вернитесь домой и скажите мужу вот я такую булочку увидела за 100 долларов он скажет пришел сумасов а вы идете покажу сколько на самом деле блузочки стоят сегодня когда он вернется вам до 100 долларов купит блузочку или кофточку короче говоря привыкайте к дорогим ценам это был мой месседжес сказать коротко окей поехали дальше поздороваемся с людьми люди подтянулись лейся пишет витания якова и товариство витания алина пишет добрый день якова горного настроя всем и вам того же константин пишет экзибишен это вместо шоу да выставка да можно так говорить певна активность шалом привет на всех языках мира вы прикольная футболка а почему считаете что это футболка и для вас все что выше пояса это футболка это рубашка валерий пишется схоже на блошиный рынок алая бич цивилизована знаете блошиный рынок чуть подешевле я бы так сказал тут для другой публики его и бабульки приходили она приходит вся в брюликах и и мешочек несет брюликом чтобы оценить чтобы и оценили так молодец дивуля знает чем же влечь покупателя конечно когда сидит такая девочка с такой фигурой и творит вы бы тоже захотели наверное правильно вахмурка вы так приходит домой с работу программировали целый день приходите ваша жена творит или вы бы вы предпочли чтобы она как раз заканчивала борщ варить я не знаю чем надо заманивать посетите конечно смотря какой посетить подумайте вахмурка вот вы пришли вы и увидели симпотная девуля да симпотная девуля вы поэтому вы не купите картину она что больше пойдет с вами сидеть у вас где-то в доме кто пропустил начала покажу вам о чем мы говорим с вахмуркой она творила а на стенках висели ее изделия достаточно ли вам что она такая симпотная для того чтобы потратить несколько тысяч долгов на такого ведмедика вот который здесь и уйти домой она останется она же с вами не пойдет она просто в адмедика продать но все равно я согласен с вахмуркой гораздо приятнее разговаривать с этой девочкой оформлять покупку чем если была бы какая-то неприятная особа 87 лет ну вы понимаете о чем извините никого не хотела видеть и так юрий юрий пишет можно создать и 9 ножи за на фон не знаю как можно что делать а девушка можно создать можно это давно известно это это известно под названием порно фильмы там море девушек есть и дешевле стоит намного митро пишет витая якова и юр витал здрасте яков сергей обычно расстраивает чаевые ну что он сказать против и расстраивать или нас чаевые потому что вы может быть вас они расстраивают по какой причине потому что вы не видите человека который вас обслуживает я имею ввиду вы не пойми не пытаетесь понять что это за человек вас обслуживает штатах чаевые приняты и они растут и на самом деле они уже приводят замешательства людей где платить день и платить сколько процентов давать сверху но традиционно конечно ресторанах у нас все платят но если раньше было 15 процентов то теперь они все придумали такую мульку приложение к тебе подходят ставьте свою карточку или дотроньтесь свою карточку к моей штучке и эта штучка показает вам счет и сразу же внизу добавить чаевые на электронном красивом экране и выбор который вам дают обычно состоит из трех частей лучшем случае самая минимальная сумма будет 18 процентов потом 20 скажем 25 процентов второй выбор и 25 процентов худшем случае начинается с 20 процентов потом 22 и 25 некоторые люди сразу же становятся смущены и выбирают ну допустим самое меньше не значит они хотели заплатить 20 процентов просто они думают что им не дали выбора но там есть еще и кастом и мам то есть сам видимо люди конечно типа меня которые легко перемножают однозначные числа в голове могут быстро высчитать что такое будет допустим счет 160 долларов сколько дачи вы сразу отнимаем налоги потому что к сумме за продукты на товары которые вы съели или подокусывали добавляется еще и налог скажем 7 процентов на налог чаевые не дают то есть допустим было 160 долларов из них 15 долларов налог вашем штате то есть фактически надо давать чаевые на сумму 145 долларов что когда как посчитать сумму 145 это примерно 150 150 10 процентов 15 долларов 15 полтора раза будет 22 с половиной накинули еще там пару долларов 24 как я считаю и ввожу кастом это не но вы думаете о другом эти девочки мальчики мужчины которые вас обслуживают они получают небольшую часовую ставку меньше значительно чем обыкновенный служащий обыкновенный служащий получает скажем 15 долларов а и могут платить 6 долларов в час учитывая то что чаевые те время они догонят до нормального заработка они догоняют и многие из них которые хотят зарабатывают больше поэтому когда вы даете чего вы не думаете что просто меня обувают с меня хотят выделить на деньги подумать по-другому вы этими деньгами помогайте этой девочке жить нормально я оплачивать свои счета и платить оплачивать свои долги за обучение в америке тогда то есть ли вы будете рассматривать чаевые как пожертвование девочки вы сможете с ними легче мириться поэтому сергей который написал обычно расстраивая чаевые может быть вы перестанете расстраиваться энди пишет я кого еще до вчерашнего питания яке я залышу пить вчерашним стримом як правильно переходит из одни и мовы программирования на еще або як за одного инструмента безболезно перейти на инший я об этом говорил и говорю на том канале я вам советую слушать мой канал который называется карьера в ИТ скажу очень коротко первая первая цель чтобы семья не страдала первая цель чтобы семья не страдал услышали меня два раза повторить это значит если вы зарабатываете на как зная используя какой-то язык программирования некую сумму в час и вы сказали маша вы выучил я к язык программирования скала говорят что он такой классный что это значит масса скажет на вас чек какой-то будешь просить домой такой же ну ты понимаешь я же только в джаве специалиста если мне перейду на проект на скале то мне не будут платить столько денег я же не такой опытный на скале маша скажет вася ну как же ты мне обещал купить кофточку ты горю помнишь я куплю тебе кофточку потому что я люблю тебя глупой ты мне это пел даже ну ты понимаешь ну программистов такая жизнь говорит вася мы должны иногда переучиваться это ним не мой подход мой подход какой сделай так чтобы семья не почувствовал что ты дополнительно изучаешь какой-то другой язык программирования возьми тренинг какой-то заплати пару копеек я это все рассказывал других на других каналах желательно чтобы те кто-то рассказал чтобы ты не изучал просто язык программирования в пустую нанять человека это могут могут быть какие-то курсы недельные как у меня было свое время когда я на джаву переходил это может быть какой-нибудь онлайн тренинг пройдите начните работать более эффективно на работе чтобы вместо восьми часов вы тратили на ту же самую работу в шесть часов и стояли меньше в курилке или кофе-рум и потихоньку потяните это все дело после этого исправьте резюме свое если надо немножко приврите в этом резюме мне напишите что последний проект который вы делали три года на джаве вы он еще и включал элементы на скале но вы должны знать материальную часть чтобы от зубов отскакивать все про скалу таким образом вы перейдете на такой же рейд но уже на скале и отряд не заметил потери бойца жена не заметит да и вообще и не парит на каком языке вы программируете главное что чек из in the mail чек по почте приходит для цопы good advice пришел добрый день валерий пишет читав про такие подходы на входе в магазин ставлю дорогу речь а далее дешевше и тоди речи выдаются на такие дорогие да может быть и так вторая тема это регулярно используется для раскладки товаров в супермаркет обратите внимание молоко хлеб где-то обычно там далековато что если вы пришли за молоком и за хлебом все равно его купить но пока вы к нему дойдете у вас есть шанс вы еще так будет импульс баинг импульсивно будет его так прямо как робот с полок тащить и потратите пару копеек альберт пишет мир вашему дому и всех лак спасибо альберт вахмурка хе-хе у нее и две картины купить можно ради такого искусства красиво потом попросить номерок телефона можете попросить отдаст ли она или она потеряет к вам интерес за секунду после того как вы заплатите за картину знаете сколько у нее таких покупателей немного но парочка есть юрий юрий пишет буду буду у вас стрим с сергей немчинским про рынок айти в мэриции я не знаю я не планировал не планировал не знаю но если серёжа захочет можно поговорить сереж пишет а если не понравится официант можно ему не платить те вы ну нормально ли так не делаешь очень не понравится он просто он не улыбался вам или что он вам не приносил еду он принес еду с окончанием с опозданием 30 минут ну если это произошло опоздание в 30 минут вы можете ему оставить 12 процентов но я бы не стал вот так на заказа подумайте еще раз подумайте почему он к нам не приходил не приносил еду 30 может потому что он в такой запарке потому что хозяин ресторана экономит и вместо трех официантов он один бегать на все поэтому не знаю не знаю смотрите по обстановке если он вам не плюнул в борщ причем три вас надо стать чем я кого че процевалы вывис прям прям вот так так валарий причем здесь это ну я не понимаю какая разница как с каким фрейворком вы работали сом пишет яков наш enjoy maker enjoy coach да причем обратите внимание что все коучи сейчас же это вариант заработать день я вам расскажу я вас научу как enjoy life стоит это каких-то жалких 1000 долларов мой курс который состоит из трех видео которые уже заранее записаны которые я вам дам и вы сможете enjoy life так как не вы enjoy никогда любите ли вы театр так как люблю его я я вас научу enjoy life какие-то жалкие 1000 долларов при этом желательно чтобы мне подписалось ну человек 500 и тогда наверняка нет я этого не делал я даю все даром почти так окей давайте поговорим уже на что-то еще более сколько мы с вами болтаем и так 30 минут я вам рассказывал ни о чем это намного важнее намного важнее чем многие вопросы которые обсуждают скучных стримах эксперт которые говорят что они эксперты по крайней оки-доки давайте посмотрим пару новостей которые я хотел вам сказать что произошло россия нас уничтожит сказал зеленский такой сильная фраза я от него еще не слышу то есть похоже дело плоти раша уилл и строй а зеленский play for more funding это он находится там в мюнхене там где конференция по безопасности происходит и вот что он говорит что тут написано sky news пишет украинские силы отвели свои войска из города авгиевка после того как вы стали как у них стало не хватать снарядов президент украины владимир зеленский выступил в мюнхене заявил что это на заявив что это напоминание об острой необходимости в западной поддержке финансирования если украина останется одна вы должны понимать что это будет россия уничтожит нас уничтожит прибалтику и уничтожит польшу они могут это сделать то есть в один пакет он вставил прибалтику и польшу который меня в данном случае в контексте не волнует но так жесткого никогда не говорил что раз уничтожить обычно было мы победим или как-то более мягко нам нужна помощь на похоже ситуация не очень хорошая и помощь действительно нужно и я я лично не против помощь что вышат и дали помощь вот тут кстати был комментарий какой-то вот там сверху и меня умиляет меня умиляет как привык советский человек или постсоветский человек переходить на личность в споре я вам показывал кусочек того как выступал сенатор рэнд пол говоря о том что у нас не должна быть украина прежде всего не украинс first у нас должна америка first у нас такие такие проблемы и все сказал и сказал если вы с этим не согласны с этой концепции с тем что он сказал критикуйте то что он сказал нет переходит на личность зачем надо критиковать конструктивно то что он сказал надо сказать посмотри на него у него рубашка грязно или что-нибудь в таком роде вот читаем комментарий который оставил якил мой тезка и про рэнда пола пишет он почему надо про него говорить не знаю давайте может быть это поможет нам понять почему рэнд пол считает что америка должна быть на первом месте они не украина при решении финансовых вопросов то что аргументы якива здесь два самом году он то есть рэнд пол был обвинен в распространении дезинформации о ковид 19 он заявил что вакцины от ковид 19 не являются эффективными и могут быть опасными его заявления были опровергнуты экспертами в области здравоохранения которые заявили что вакцины от ковид 19 безопасны и эффективны как вам это якил вы что о чем вы мы говорим о конкретном выступлении рэнда пола я не буду повторять по поводу помощи украине какая разница что он говорил про ковид 19 более того даже если он был неправ мы через not the fact он говорил он считал он считает что вакцины вредны еще может быть мы это узнаем я уже слышал от одного врача что после этих вакцин остаются вот эти спайк протеин же не белки вот такие пиковые которыми они внедрялись клетки и теперь надо чистить организм от этих спайк протеин я не знаю правда не про но какое отношение имеет то что он сказал про ковид 19 и с которым эксперты не согласились как могут быть эксперты по ковид 19 вакцин еще не прошло достаточно лет чтобы понять посчитать прослезит нельзя так я сто раз повторяю но вы видно новенький на канале дальше в 2022 году пол был обвинен в инсайдер ская торговля после того как он продал акции производителя вакцин пфайзер перед тем как компания объявила снижение прибыли пол отрицает какие-либо правила нарушения но расследование по этому делу продолжает обратите внимание вы же сами говорит его обвинили расследование продолжается суда присяжных еще не было его не он не доказаны его не он не посажен ему не предъявлено уголовное обвинение с доказательствами кто-то сказал про него что он занимался инсайдерской торговли и идет расследовать и вы приводите это как аргумент люди обсуждайте по сути не обсуждайте людей которые это сказали я вам же приводил пример показывал прямо такую жабу некрасивую чтобы эта жаба что-то сказала всем мы согласны или не согласно вы бы начали критиковать жабу как она выглядит искусство спора михаил жванецкий читает о чем может рассуждать человек с таким носом об искусстве фон караян пусть сначала выпретит вы как он выправить нос но сменит прическу вот это вы делаете итак идем дальше идем дальше что тут пишет ярослав писал вчера якби лідери сша не были слабкими то бы не было хотя бы полномасштабной войны из стороны украины достаточно помилок думаю с тайванем так так саме будет рік півтора и для чего да цей подход спочатку поддерживают чтобы не програли а потом не поддерживают теж проявляет слабкость если украинская сторона не даёт всех планах то это может быть потому что из стороны у сша украинские войскови да не дискорд злылы то есть украину защищает до украины конечно были проблемы но украина не даёт да не даёт но наверно потому что следует а сша слабы и поэтому будут проблемы хороший месседжер комментировать я не знаю что же надо комментировать так отверто манюпулятивный выступ республиканцы сша республиканцы сша вкладали значительно больше ресурсов в другие страны и в час первых и вторых войн и в час конфликтов с афганистаном и так далее ну нет честно говоря это уже надоедает моя позиция надо давать в украине но давать надо и нам и решать наши вопросы тоже надо приоритеты надо иметь вы говорите у нас бомбы летают но у вас такое впечатление это может звучит нехорошо но я все равно должен сказать вы исходите сразу изначально сша должны давать деньги в данном случае стране украина я вас по-человечески понимаю это вообще ужас я не знаю как вы живете два года с этими сиренами 2 года тут недавно у нас возле дома ночью в 3 часа ночи кто-то решил салют пострелять всем казалаев мы проснули а если все время и регулярно и искать эти две стены между которыми напрямую это уже но обвинять америку сложно вернее вам легко вам надо найти причину анти виновата виновата свое правительство никогда свое руководство никогда не виноват вы молодцы у вас все хорошо но виновата америка который этот украине а также америка не дает буркина фасол и вы говорите республиканец манипулятивный а вы не чувствуете манипуляции со стороны демократов обратите внимание в этом пакете который якобы блокирует якобы блокируют республиканцы есть две вещи даже три или четыре вещи но вместе они в пакете помощь израилю помощь украине помощь тайванью помощь беженцам в палестине вот такой почему почему не выделить не выделили помощи украине в отдельный законопроект только украине и помощь израилю в отдельный пакет только израиль почему потому что если бы скажем демократических кандидат скажет что буду голосовать против помощи Израилю, то это очевидно. А вдруг другие хотели бы, чтобы он голосовал «за», а его потом не пересберут и так далее. А когда вместе намешано, я вам уже говорил, чтобы групповой секс легче, потому что там можно сочкануть. А вот когда вместе пакет, все намешали, непонятно, почему ты против голосовал, потому что там помощь Израилю и помощь Украине. А ситуация с мигрантами, я понимаю, еще раз понимаю, я сочувствую, что у вас взрывают улицы, дома. У нас ухудшается уровень жизни. Не только у нас. Везде, где появляются мигранты с других стран, ухудшается уровень жизни. В той же самой Европе, я думаю. Я просто не вижу это особенно, я в Европе бываю нечасто. Но у нас точно. В новостях все чаще и чаще происходят ситуации со столкновением полиции с какими-то мигрантами, которые пришли через границу нелегально и сейчас находятся в этих городах, типа Нью-Йорк, скажем, Сан-Франциско, Чикаго, которые на цыпочках стоят и боятся слово сказать мигрантам. Так называемые sanctuary cities. То есть это города, где нельзя предъявить, только на основании того, что ты нелегальный иммигрант. И выделяют деньги, и страдают дети в школах, потому что им надо мигрантов размещать там. И просто реально они уже связались с бандами. Я смотрю вот задержание, не у нас во Флориде, я смотрю Нью-Йоркские новости. Задержание тех, задержание. Вот они с оружием уже, они уже оружие достали. Эти молодые парни, которые через границу прошли. С оружием там он где-то угрожал, его заломали полицейские, слава Богу, и удивительно вообще. И он даже расплакался, показывает на всех. Он ему 15-летний мурло, которое в сводках будет происходить как ребенок, проходить как ребенок. Он расплакался. Он, наверное, может быть, и он не думал, что все его в полицию заберут, и он будет спать в полиции, может быть, долго, а может и не долго. Потом появляются какие-то предуры, иначе нельзя нужно знать. Какой-то пастор, какой-то церковь собрал деньги, чтобы какому-то взятому под стражу нелегальному иммигранту собрать на залог, чтобы он мог выйти. Но уровень жизни, качество жизни меняется, и не в лучшую сторону, худшую. Может быть, когда-то, когда их всех просеют как-то, и люди начнут работать, и станет, наоборот, полезным. Потому что то, что приходит огромное количество молодых здоровых людей, это хорошо, но их надо как-то отсеивать. Чтобы они не привносили наркотики в страну по дороге. Чтобы они не являлись представителями картелей каких-то за границей. Это все плохо. И поэтому, когда вы предъявляете претензии, я вас по-человечески понимаю, но поймите и Майка Джонсона, который говорит, реши вопрос на границе. Почему так трудно? Почему трудно сказать Байдену, а хорошо, я решаю вопрос на границе, но не так, как он его решает. Если 5000 нелегалов пройдет, ну, тогда закроем пропускной пункт. Вот за факт. Это решение, это компромисс. И все дружными рядами, особенно в Украине, начинают обвинять республиканцев. Они блокируют законопроект, сволочи, гады, паршивы. А кто блокирует? Что, почему так тяжело Байдену сказать, окей, все, закрываем границы, нелегалов не пускаем. Выделяя дополнительные деньги на то, чтобы их сразу отправили обратно. Сразу. Не надо бить, не надо палками по голове стрелять, не надо. Не надо их везти вот в эти обезьянники и держать какое-то время, прежде чем выпустить страну. Он этого не делает. Но почему вы его не обвиняете? Украинцы. Почему вы не обвиняете Байдена, что он не хочет решить проблему, которая существенная проблема для штата, а потом заняться Украиной? Почему никто не обвиняет Байдена? Я не знаю. Вас направили, кого обвинять, вы это делаете как послушные. Не хочу использовать это слово. Окей, читаем дальше. Так, Владимир, он судил джиу-джитсу. Я его спросил, сколько надо занести те Володе, чтобы я стал чемпионом Киева или выиграл чемпионат по джиу-джитсу? Для этого нужно украинское гражданство. У вас бывают когда-нибудь open, открытые чемпионаты, чтобы я мог подъехать, занести тебе пару копеек и сфоткаться на инстаграме с медалью большой, рядом с тобой, с медалью, как чемпион Киева по джиу-джитсу, Яков Файн, который никуда, никогда джиу-джитсу в руках не держат. Или это не имя и фамилия? Так, хорошо. Вячеслав пишет, 666 запечатленных на фото и видео потерь техники в битве за Авдеевку со стороны РФ и 57 со стороны Украины. Это без американской помощи. Якова у вас еще нет, у нас все еще нет шанса победить РФ на поле боя. Пока нет. Пока нет, потому что у вас нечем, нет оружия. Говорю это с обидой в голосе. У вас нет оружия. Если вы оставили Авдеевку, почему? Потому что на 10 снарядов русских у вас был один снаряд, чтобы ответить. Это горе. А что надо было делать? Оставили? Оставили. Правильно. Нужен артиллерий, боеприпасы, ракеты? Много. У РФ много техники, но она далеко не бесконечна. О бесконечности мы не говорим. Мы говорим о бассейне, который втекает и вытекает. Не нужна бесконечности. Надо, чтобы больше втекало, чем вытекало. А у вас наоборот. Руслан пишет. Яков, почему США не сделают правильную демократию в соседней стране Мексики? Почему они там живут за гранью бедности? А должны? Если считать, что США должны делать правильную демократию в разных странах мира, то, наверное, Мексики должны. С Мексикой мы торгуем. Мексиканцев огромное количество приезжают нам работать. Вы делаете утверждение, что они живут за гранью бедности, Руслан. Откуда у вас эти данные? Я сто раз вам показывал такие же примеры в разговоре, в споре. Человек, в данном случае, Руслан, вбрасывает мысль. Почему мы не сделаем что-то? Потому что оведи в Мексике живут за гранью бедности. Вы бывали в Мексике? Что такое бедность? Как живут в Мексике? За гранью ли они живут в Мексике? Тут факт, что они приезжают и работают. И очень хорошо работают, кстати, в Штаты. А для мексиканцев специально есть рабочая виза на 6 месяцев. Работают прекрасно. Никогда я не видел, не встречался. Приезжали к нам ремонтировать что-то, убирать снег, стричь травку. Команды с мексиканцами. Всегда впахивают. Я просто был в восторге от того, как этот небольшой человечек может поднять такое, такой вес. И так работает. Вот у нас здесь во Флориде жара. Они надевают эти шляпы большие с полями и подрезают листья в пальмах и сбивают эти кокосовые орехи пальмовые. Целый день пашут, и он идет. У него эта труба, и он сдувает этот мусор, и оно гудит. Я прохожу гулять с собаками у него, меня уже раздражает это. Хотя я ему улыбаюсь. А он целый день на спине вот этот мотор с бензином, с контейнером с бензином, и он ходит и ходит. Я не знаю, может он, конечно, мои подкасты слушает, чтобы как-то заглушить этот ужасный звук. Но мексиканцами мы занимаемся, мы с ними дружим. У нас отличные договора по торговле с Мексикой и с Канадой. Мы вместе. We are together. Together forever. Поэтому мексиканцам мы помогаем очень. Так, есть еще что-нибудь? Вячеслав пишет, Яков, я только Байдена обвиняю. Понимаете, большинство людей просто не следят за всеми этими новостями. Они видят, что помощь неизначена виновата резко. Вот. Вы написали фразу, в которой я даже не могу придраться. Я с вами согласен на сто процентов. Я это вижу, что виноват Байден. Я это вижу, что виноват Байден в том, что при хорошей, плохая мина, нет, как это, хорошая мина при плохой игре. Он выглядит так, как будто бы он сделал больше, чем он мог для Украины. Он сделал меньше, чем он мог. И я уверен, что если придет Трамп, похоже, к этому идет, то он сделает для Украины больше. Для того, чтобы, по крайней мере, остановилась война. Вы скажете, она остановится не так, как мы хотели. Ну, окей, сделайте так, как вы хотели. Но он ее остановит. Трамп. На него наезжают. Вы не понимаете, как на него наезжают. Его хотят оставить низким. Ну, конечно, там есть пару копеек. Но то был суд, вот эта тетка, которую он якобы в популярном таком универмаге в Нью-Йорке, в примерочной что-то с ней пытался делать. Не сделал. Не сделал. Никаких биоматериалов не оставил. Но пытался. Говорят, пытался. 30 лет назад. Кто видел, кто знает, она не помнит. Она даже не помнит, когда это было точно. Но помнит было. Может, ей, конечно, приснился дурной сон Николя. Но, как говорится, сначала ей присудили 5 миллионов, потом 83 миллиона с Трампа. Он еще будет судиться. Я не уверен, что она за эти миллионы. Но позавчера это было и вчера ему присудили еще 350 миллионов штрафов. За что? За то, что когда он строил очередные свои гостиницы, дома и другие объекты строительства, когда он брал суды в банках, он завышал свои assets, то есть то, что у него есть, активы. Потому что, если ты, допустим, миллиардер, у тебя есть 5 миллиардов, ты берешь суды под такие суровые гарантии, то тебе могут дать лучший процент. И он брал, и он строил, и все. Теперь ему предъявили, что он обманывал. Когда в банках он брал эти суды, он завышал стоимость своих объектов, ну или активов, скажем так. И что он сделал плохого? Морально можете сказать, ай-яй-яй, нехорошо. Ай-яй-яй, нехорошо. Это делают тысячи людей, миллионы людей, когда пытаются получить ипотеку на небольшую сумму относительно. Никто их не трогает. А тут, и ему присуждают за этот штраф, как за фронт, за преступление, за мошенничество ему присуждают штраф. 350 миллионов долларов. За что? Он говорит, Трамп говорит, вы чего там оборзели? Говорит, если есть преступление, значит должен быть преступник и должен быть пострадавший. Кто пострадал из-за этого? Кто пострадал из-за того, что я взял суду на более выгодном проценте, вернул ее в банку, кстати, ничего не заныкал. Под эту суду я построил, посмотрите на этот красавчик дом, 50 этажный. Туда вселились люди, живут и enjoy life. Где преступление, в котором никто не пострадал? Кто пострадал в этом? Штраф 350 миллионов. То есть тут 350, там 85, 95, 90, уже под 450 миллионов штрафов. То есть его не посадили. Ни одно из этих обвинений не является достаточно, чтобы его посадить в тюрьму. Но нервы ему потрепать с удовольствием все хотят. И это делает его сильнее. Вы понимаете, какой мальчик? Но непотопляемый Трамп. Он выходит, он улыбается, он рассказывает, он обращается к обычному человеку с обычными своими потребностями, жалобами и так далее. У него концерты проходят лучше, чем стендап-комеди. Народ идет за ним только так. Его гнобят, а мы кривчаем. Или у вас не так звучала эта пословица? Так, пару вопросов и на этом разбегаемся. Так, да, Вячеслав пишет. Тот факт, что Байден убивает свою страну, не закрывая границу, они не хотят это знать, Вячеслав. Руслан пишет, должны, чтобы оттуда не шли иммигранты, которые у вас делают. Чтобы вы знали, что у нас наименьшая проблема с тем, что из Мексики к нам приходят мигранты. Мексика – это капля в море. Кроме того, что у них есть достаточно надежный легальный вариант улучшить свое благосостояние и своих семей прийдя. Так, так, что еще интересного? Интересного больше ничего нет, поэтому я сегодня откланяю. Сегодня было много таких разговоров, знаете, о жизни просто. И плохо ли это было, что я не выдавал вам информацию о сводке с фронта и другие вещи, которые вы и так читаете в новостях. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний контент. Приходите еще, если оставите свой лайк, а завтра встретимся. Пока.